Некоторые собаки или щенки ленивы относительно физической активности. Эти животные предпочтут просто прогуливаться в размеренном темпе, не бегать и временами прилечь, чтобы поспать или отдохнуть. Если вы именно тот тип людей, что предпочитает таких собак, тогда канал Зоомиста подготовил для вас топ 7 собачек лежебок, которые отлично подойдут хозяевам, которые не любят активный отдых. Грейхаунд – нежный пес, который предпочитает растягиваться у огня рядом с его владельцем и семьей, но у него есть более активное предназначение. Английские борзые имеют аэродинамическую форму тела, узкую голову, длинные мускулистые ноги. Телосложение собаки связано с тем, что она является охотничьей породой. Теперь эта порода участвует в собачьих гонках. Фактически, когда вы упоминаете Грейхаунда другому человеку, первое, что приходит ему в голову – это собачий гончий трек. Способный развивать скорость от 40 до 45 миль в час, борзая считается Феррари среди собак. Собака Чао-Чао была любимой собакой старинной китайской императорской семьи. Она выглядит как сочетание пушистого льва и маленького медведя. Для Чао-Чао предпочтительнее жить в помещении, вместо заднего двора или будки. Для тренировки ежедневной 15-минутной прогулки будет достаточно. Ежедневной 15-минутной прогулки будет достаточно, чтобы собака была счастливой и здоровой. Будьте осторожны в жаркую погоду или климат, так как Чао-Чао не может терпеть жару. Держите собаку в помещении, если она страдает от слишком высокой температуры. Бульдоги очень ласковые и верные. Они хорошо ладят со взрослыми, детьми и другими домашними с животными. Необходимость груминга низкая. Это короткошерстная собака, но им требуется регулярная чистка морщинок и складок на морде. Бульдоги совсем не активные собаки, но они легко набирают лишний вес, поэтому небольшая физическая нагрузка им все же нужна. Бульдогам подойдут только низкоинтенсивные упражнения, вроде обычных прогулок. Помните, что из-за укороченной морды тяжелая физическая нагрузка и упражнения на жаре могут серьезно навредить здоровью бульдогов. Выведенные в Китай мопсы, скорее всего, использовались в качестве королевских подарков или бартера не только у себя на родине, но и в Тибете и Японии. Так они и появились в Европе. Мопсы очень нежные и любят играть с детьми, а еще они упрямы. Всерьез подумайте о дрессировке, если вы не хотите видеть вашего мопса на диване, потому что он будет настаивать. Вам действительно не придется много тренироваться с этой собакой. Из-за особого строения головы и морды мопсы обладают очень короткими дыхательными путями. Это значит, что они испытывают проблемы с дыханием при чрезмерной нагрузке и им сложно контролировать температуру своего тела. Шицу – прекрасный, дружелюбный, преданный и живой для всей семьи. Симпатичный маленький размер и очаровательная манера собаки делает его любимым домашним питомцем для многих людей. Собака чувствует себя прекрасно как в квартире, так и в большом загородном доме. Дети и другие животные не являются проблемой для шицу, хотя вам нужно будет контролировать детей, которые играют с собакой. Басет Хаунд – самое распространенное изображение рекламного знака «Хаш Папи». Эта собака обычно спокойная и ленива в доме, но у нее верная, приятная и дружелюбная личность. На самом деле, собака этой породы не бывает раздражительной. Она слишком спокойна благодаря ее мягкости поведения. Из-за того, что эта собака вьючной породы, она любит быть рядом со своей семьей и любыми другими домашними животными. В отличие от других пород собак, французский бульдог не является гламурным и эффектным, но он по-прежнему остается красивой собакой. Собака маленького роста с ушами, подобными летучей мыши, но его тело мощное и мускулистое. Шерсть у французского бульдога короткая, поэтому за ней легко ухаживать. Раньше собаки этой породы были крысоловами, но теперь это любимый питомец семьи и участник выставок собак, которые любят отдыхать в удобном месте. Раньше собаки этой породы были крысоловами, но теперь это любимый питомец семьи и участник выставок собак, которые любят отдыхать в удобном месте. Субтитры подогнал «Симон»